Привет, друзья! Сегодня меня попросили показать вам и рассказать о компактной модели от Edifier MS50A. Основная её особенность в том, что она, во-первых, одна, это не стереосистема, это моносистема, что близко к идеальному источнику звука, не рассеянному, не разбросанному по всей комнате, а во-вторых, что это беспроводная колонка, она не имеет, эта модель не имеет проводного интерфейса. Что меня, например, озадачило. Вот как шагнул мировой прогресс. Итак, давайте откроем эту колоночку. Да, вот коробка, давайте я вам покажу, с всех сторон, чтобы вы получили представление. И будем её как-то открывать. Кабель, единственный кабель, который присутствует в комплекте этой модели, это сетевой кабель для подачи питания. Вообще, было бы оригинально, если бы не ещё и аккумулятор туда вставили. Хотя, с другой стороны. Зачем? Вот, собственно, колонка. Довольно тяжёленькая, это я сильный такой, потому что я одной рукой застал. Паспорт. Дело происходит в Евросоюзе, поэтому наверняка он предназначен для использования здесь. И, собственно, всё, больше ничего, никаких сигнальных кабелей, акустических кабелей, ничего нет. Давайте откроем и посмотрим, что скрывается за такой оригинальной конструкцией. Ну вот, собственно, колоночка. Закрытая декоративной, но акустически прозрачной тканью фронтальная панель скрывает излучатели. Или излучатель. Но это мы ещё посмотрим. Я не знаю. Резиновые ножки. Цепкие достаточно. Пять, почему-то, штук. Место для подключения. Видите, как? Сюда подключается кабель питания и выступает, выходит через этот паз назад. Ну, это я подключу потом. Пока давайте рассмотрим, что она вообще может. Сверху мы видим. Видим мы сверху. Хотя сейчас я вам расскажу, давайте посмотрим, это съёмный гриль или не съёмный. Я всё-таки хотел вам показать фронтальную часть этой колонки. Вот вы видите басовый динамик и купольный твиттер порт фазоинвертора, расположенный на передней панели. Вот так вот она выглядит. Итак, вот перед вами эта система. Снимаем защитную плёночку декоративную и видим. Ну, Label Edifier понятно. Здесь органы управления, очевидно, плеером. Это кнопочка включения питания. Это кнопочка переключения режимов работы. Всё, в общем, не затейливо. Также заранее скажу, что по часовой стрелке мы увеличиваем громкость, противочасовой стрелки тактильно приятная такая поверхность этой панели управления позволяет громкость уменьшать. Такие дела. Ещё раз, никаких клеем возможности подключения кабельного соединения нет. Здесь вы видите данные, которые на эту систему декларируют Edifier. И что ж, давайте познакомимся, что о ней пишут в документации. Итак, знакомый нам с сайта Edifier.com и система, которую мы рассматриваем, S50A. Можно перевести сразу на русский язык, для того, чтобы нам легче было понимать друг друга. Это беспроводная колонка солнечного подключения в нескольких комнатах. Вы видите все опции, которые она поддерживает. Но самое главное, это, конечно, возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Ну, простое подключение, простое и непростое. Но, тем не менее, довольно легко освоить. Также поддерживаются сервисы Apple AirPlay, Amazon Aleha, Tidal Connect, Sporify Connect, Potify и так далее. Действительно качественный звук. Встроенного микрофона, кстати, нет. Кстати, это важно для тех, кто намерен был использовать эту акустическую систему в качестве гарнитуры. Вот наслаждается какая-то девушка, видимо, этой колонкой. Это вы можете сами без меня посмотреть. Тут расхваливаются главные опции этой акустической системы. То есть, речь идет о довольно высококачественных динамиках, которые применяются в этой системе. И вот цифровая схема управления. Digital Signal Processor. То есть, очень серьезная схема. Следит за качеством звука в этой системе. И гарантирует, как бы, это самое высокое качество. Ну, и Bluetooth и Wi-Fi. Мы уже говорили об этом. Простое подключение. AirPlay 2. Работает с лекцией. Все эти опции вы тоже без меня можете вполне посмотреть. Давайте посмотрим. Да, кстати, вот органы управления. Каждый из которых многофункциональный. И легко довольно разобраться будет вам. И я разобрался легко. Включил эту систему. А вот насчет спецификации. Насчет параметров этой системы. Шелковый купольный Twitter 19 мм. И 4-дюймовый mid-bass. Частотный диапазон 52 Гц, 18 кГц. Это портированная система. Напомню, как я вам показал. У нее портик есть и 2,26 кг она весит. Мощность. Опять же, биампинг применен. То есть, на басовый динамик идет 25 Вт усилитель. А к твиттеру подключен, питает его 15 Вт усилитель. Версия Bluetooth 5.2. Вот такие дела, дорогие мои. Я нисколько не сомневаюсь, что эта модель востребована. То есть, этот формат востребован. Но эта модель в рамках этого формата. Это и молодежно, и современно. Очень современно. И по интерфейсам, и по саму концепту. Она, пожалуй, имеет больше возможностей для применения, чем какая-то стационарная система, которая точно заточена на какой-то определенный род деятельности. Это можно и переставлять, и менять, и использовать в составе многоканальной, в частности, двухканальной системы. И для увеличения громкости, и для расширения стереобазы. Если вам удастся это так, его подключить. И в мультирум... Короче говоря, документация показывает, что изделие, безусловно, выярено точно. То есть, задание было получено, видимо, от маркетологов, которые, тщательно изучая рынок, ищут нишу, в которой можно произвести какое-то аудиоустройство, которое закроет какие-то очевидные потребности людей. Что ж, звучание... Давайте послушаем, как звучит эта акустическая система. Конечно, то есть, это первое как бы. Потому что параметры параметрами, а от такого малыша требовать чего-то невероятного не стоит. Но, совершенно очевидно, требование должно быть чистым, громким достаточно, и полнокровным, таким сочным, низким... Что это я фантазирую? Давайте включим. Сначала я вам включу барабаны, которые позволяют наиболее ярко продемонстрировать и очевидно возможности колонки. А потом включу свой старый набор треков для того, чтобы потом можно было бы сравнить звучание этой системы с другими компактами, вот Adifier в частности. Включать я буду, подам я сигнал с ноутбука, по Bluetooth или по Wi-Fi, я ещё не решил. Снимать буду микрофоном, двумя микрофонами, как обычно, хотя стереопанорамы здесь, понятно, не будет, но просто для того, чтобы соблюсти корректность, так сказать. Ну что ж, давайте послушаем и так барабаны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok